Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умma.ru. Книга «Мир души» – одна из самых моих известных. В 2004-м я ее написал, но самых популярных. Духовная составляющая веры. И есть религиозная практика, да, а есть духовная составляющая веры. И вот мне было интересно, как раз, я надеюсь, получится, иншалам. Мы с вами проработали сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, книгу «Алихтеляфат аль-Исламия ладей лит-тиджагат». То есть разногласия именно в среде современных религиозных течений. Например, такая же книга. Мы ее, конечно, не каждую страницу, но мы полностью проработали касательно течений. Какие течения есть, почему разногласия. Отдельные темы разобрали. То есть это основная, конечно, моя тематика. Шариат, течение, разногласия и так далее. Но это все, как я говорил в книге «Как увидеть рай», там все это. Если человек изучает ислам, хочет изучать ислам, чтобы в какие-то крайности не попасть, эта книга, она нейтрализует все. То есть книга «Как увидеть рай» поможет нейтрализовать все вот эти вот интернет-вирусы. Но если говорить о духовной составляющей, причем «Мир души» книгу читают, в том числе, не мусульмане, говорят много спасибо. А уж мусульмане тем более. И там, в том числе, про смысл жизни. То есть духовная составляющая очень важна в исламе. И как раз мой брат мне посоветовал . Это Мухаммад аль-Газали, наш современник. Он уже умер. Очень мощная личность. Это один из величайших ученых прошлого столетия. Египетский ученый и Мухаммад аль-Газали. И здесь, как раз, мы начнем сегодня вступительную часть. Здесь есть вступительное слово к первому изданию, вступительное слово ко второму изданию. Я решил начать с первого. Ну, то есть, когда он закладывал какой-то смысл в эту книгу. Что такое аль-джайни баль-а-туфи? Это, вот как я сказал, «Мир души» я в свое время книгу назвал свою. Здесь как раз духовного характера. Ну, там есть важная тема одна. «Кувшин души», она образно называется. Так, скука, страх, отчаяние, брезгливость, интуиция, искренность, щедрость, терпение, мудрость, романтика, красота, надежда. 180 минут, найти свой цвет, другая свобода, хвалить или не хвалить. Там, мухасаба – умение давать себе отчет, хулюк – нравственность, адаб – воспитанность, рифк – доброта, сукут – молчание, ряда – довольство, хасад – зависть, нифак – лицемерие, тауба – покаяние. И другая глава. «Нет ничего подобного ему, кто более набожен сквозь тернии жизни, никак закаляется дух. Единственная разобщенность, схожесть непохожих, толерантность, общее человеческое родство, жизнь и ее хрупкость, ценность, изменится дважды, в поиске смысла и спрашивает, отвечает душа». Это, то есть, как бы, с тех реалий, которые у нас есть, и вопросы люди задают. В итоге аяты, хадисы и богословские книги – вот это все, как раз я раскрывал эту тематику, и она вот «Мир души». Мухаммад аль-Газали, я не читал его эту книгу, но как раз хочу с вами вместе прочитать. Он тоже взял вот этот мир, «Мир души», но он назвал книгу . То есть такая духовная сторона, но здесь не совсем духовная, а чувствительная сторона. То есть вот это сам глагол . Чувствовать симпатию и отворачиваться. Причем интересно, вот это глагол, от которого происходит вот это вот . Если там частица к этому глаголу, то чувствовать симпатию. Отворачиваться. То есть вот это внутренний мир, мир чувств верующего человека. Да, вот я это назвал как «Мир души», а он как . То есть в исламе, вот это внутренний мир человека. И вот здесь мы с вами сегодня начнем чтение. Это вступительная часть к первому изданию книги. Он говорит, вот эта часть, насколько я помню, он умер в девяносто первом году. Ну, потом, если что, уточню. Ну, вы сами можете уточнить. Это наш современник. Ну, в смысле прошлого столетия. Он говорит, но он очень такой реальный и очень дотошно такой ученый. . Он говорит, вот это вот джанни пале атов и чувствительный или мир чувств человека, это часть нашей мусульманской культуры. И эта часть заслуживает изучения и внимания. То есть, он говорит здесь, поистине говорит, некоторые вопросы, веры. Ну, шуаб. Некоторые элементы веры. . Они настолько детально изучались в исламе. . Они настолько вот близки, чтобы их взять. . Настолько легки, чтобы их понять или увидеть. . И некоторые даже считают, что это и есть весь ислам. . Почему? Потому что ученые уделили этому огромное количество внимания. Есть темы, на самом деле, есть темы. Даже вот, я говорю в соцсети в интернете с 99-го года через ума.ру до 2008-го, я сам просматривал почту, отвечал, как раз видел все это обратное. Потом, как раз, когда в соцсети появилась тоже, я вижу обратную связь. Это все вот последние 30 лет, особенно, когда в 90-х вот этот салифизм пошел на постсоветском пространстве. Тематика, вот акиду, когда вы смотрите, там говорят, брат, у тебя должна быть там правильная акида или у тебя неправильная акида. То есть, есть несколько блоков тем, которые связывают с иманом, с верой. Их закрутили по полной программе. И они настолько разложены. И причем там, почему они получились разложены. Есть салифитский подход, есть хабашитский подход. И они между собой, я вам уже говорил, воюют лет 200. Друг друга в куфре обвиняют. И в том числе, если вы по каким-то там параметрам акиды, ну, сегодняшних салифитов, такфиритов, не подходите, вы сразу кафир. И все. Кстати, один из вопросов, вот у меня, который по-человечески возникает. Я все думаю, может быть, как-нибудь в моей мысли. То есть, интересно то, что здесь тоже было много в комментариях было. Он работает на Кремль. Ну, там он ФСБшник, в этот раз что-то я не особо видел, но было тоже. Он работает над Кремль, он работает на Путина, Кремлевский. Я вот не знаю, как-то думаю, кто их такой информацией снабжает. Или они просто как-то тупо друг друга повторяют, что ли. То есть, вот мне, ну вот реально, это же про меня говорят. Ну, вот 23 года, я имам. С 91 года, 29 лет, я в религиозной среде. Ну, в такой топовой, на постсоветском пространстве. И никогда, даже когда я был в Каире, да, я говорю, вот пересечение моё со спецслужбами, они проверяют на радикализм. Молодцы, супер, египетские спецслужбы. Из общения. То есть, вот не знаю, ни разу. Вот это кто эту информацию сеет, мне вообще очень интересно. Возможно, сами спецслужбы это делают, чтобы разобщать мусульман. Потому что за все эти 29, вообще, да, в этих топовых, в сфере духовных управлений, находясь, среди топов, муфтиев и так далее, среди студентов. Или как имам. Ни через моего руководителя. Ни через моих подчиненных. Ни тем более мне напрямую. Ну, никто мне не говорил, Шамиль, вот такую тему раскрой. Вообще никогда. Я удивляюсь, как люди так могут говорить. То есть, вот, ну, никого. Ну, я же себя-то знаю. Мне никто даже косвенно не говорил, Шамиль, там сделал ролик про Новый год. Даже косвенно. Ну, бывает же, кто-то может сказать. Если кто-то заинтересован, ну, скажут, там, через руководителя, через подчиненного. Ну, там, у нас есть, например, то есть, мечеть, это сколько там, пять-восемь тысяч по пятницам. Это десять тысяч человек. То есть здесь, с точки зрения безопасности, пожарные, ФСБ, МВД, там, что там, какие-то. Каких только служб нет. На улице вот дежурят всякие самые разные. Но я с ними не контактирую. Даже вот есть сотрудники, которые с ними контактируют, взаимодействуют. Вопрос безопасности – это мечеть, как и торговый центр, как и церковь – это первая категория безопасности. То есть, они все на ушах стоят, когда такое количество людей. Ну, и есть сотрудники, которые с ними взаимодействуют. Ни разу, чтобы через него мне сказали – Шамиль, пусть осветит эту тему. Единственное, что могу сказать – пусть Шамиль объявит, чтобы люди там рядом, вот пандемия, рядом не вставали. Ну, могут сказать. Пусть на Минске там не паркуют. Ну, тут технический какой-то вопрос. Я удивляюсь. Ну, почему люди, ну, они же мусульмане. И они мне говорят, что мне кто-то диктует. Но за 29 лет вот в этой сфере находясь, я ни разу с этим не сталкивался. Вот я не могу понять, откуда эта информация. Когда мне никто даже косвенно не диктовал. Вот эту книгу читать. Или другую книгу читать. Или какую тему писать. Все темы я писал только из того, что люди спрашивают. Значит, это им интересно. Значит, надо это раскрыть в очереди мусульманского богословия. Все. Ни разу, даже намеком мне никто не говорил, какой-то ФСБ, МСБ. Ну, через кого-то. Ни разу вообще. И говорят, что мы там все имамы ФСБшники или Шамиль, там, кремлевские. Чего кремлевские? Я вообще не понимаю. Удивляюсь. И вот в том числе, когда их банишь, одни и те же темы. Правильно Акыда, неправильно Акыда. И он здесь говорит, да, есть темы в Акыде, в Имане, которые проработали настолько детально. Вот вы туда залезете, вы оттуда вообще не вылезете. По Акыде, у меня есть только несколько материалов. В том числе, вот здесь я поясняю, в какую я тирать. Основополагающие вещи даю, потому что дальше, если я вас… Я могу, конечно, такие материалы написать, там, закачаешься вообще. Ух ты! Я людей запутаю. Я не приумножу их веру. А я, наоборот, вселю огромное количество сомнений в их веру. Они начнут дальше копаться и только расползется все это. Поэтому очень важно. Аят, хадис и такие основополагающие мнения. А не что там, кто что сказал там и так далее. И вот он здесь говорит, есть темы, которые настолько детально проработали, проработаны вообще конкретно. Может, я даже добавлю где-то. И он здесь говорит, . Вот момент, почему я комментирую. Он говорит, некоторые думают, что вот это и есть весь ислам. То есть, если вот в этой теме у тебя что-то не так, то ты кафир. Вот в этой теме весь ислам. Да нет! Но люди так думают, почему? Потому что по этому поводу было очень много написано. Учеными. И здесь он говорит . Также да, например, . То есть я в свое время люди спрашивали, писал. Один материал, второй, третий, десятый, сотый. Есть книжка моя. Мусульманская молитвная практика. В итоге, за лет десять, она потихонечку, лет пять, дорабатывал, дорабатывал. Все, там всю есть. Но мы можем, еще я могу таких несколько книг по религиозной практике, если опять же людям заморочить голову. Такое мнение, сякое мнение, третье мнение, десятое, пятидесятое мнение. И он здесь говорит, что с этой точки зрения, говорит, да. Точно так же, например, очень прямо до детальнейших моментов проработана . Форма поклонения. Вот омовение, вот намаз, вот закат. То есть иногда прям до всех подробностей, до вариантов. Ну, то есть очень много подробностей. Для человека, который специально этим занимается, ему это надо знать. Но его обязанность – те, кто с богословским образованием, людям передавать практическую сторону. То есть люди очень часто, те, кто получают начальное религиозное образование, они не догоняют. У них ума и образования не хватает, чтобы через свой фильтр провести, и людям дать достоверную информацию, но не заморочить им голову. А у некоторых ума не хватает. И они вот морочат, 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 перегоняют по прямой. То есть без фильтров, по прямой. А это тысячи разных мнений, такфиров таких, такфиров всяких. И русский, в русскоязычном пространстве, там всего очень много появилось. И когда ты смотришь, ну реально, ну в моем понимании, реально детский сад. Выглядят какие-то шейхи, там и так далее. Но когда говорят, то есть без фильтров, просто вот подстрочно переводят. Вообще не понимают всю взаимосвязь. Есть очень подробные проработки, он говорит. . Очень подробные проработки. . Торговые отношения. . Также есть книги, которые очень детально прорабатывают отношения в семье и отношения в обществе. . Вот эти вот вопросы в нашей великой религии. По ним, ну очень много информации. То есть даже совершенно непрактичных деталей все разобрано. . И прямо вот такие, до самых мелочей все разобрано. . И в этой среде, или через проработку всех этих тем, детальнейшую, появились в том числе видные крупные ученые. Да. Но, он говорит. Но, он говорит. Это все хорошо. . . Но, говорит, вопрос души и вопрос нравственных качеств, при очень, ну, при том, что это джаляль. То есть это очень важная тема в исламе. Но получилось, что . То есть здесь получилось так, что мусульманское богословие должного внимания этому не уделило. . . Это тематика души и нравственных составляющих. Эта тематика не получила должного детального внимания, как это произошло с теми темами. Сейчас здесь я остановлюсь. Он очень там подробно, дальше мы все это будем двигаться по этой книге, иншалла, иншалла, получится в этом году. И он очень важно говорит там дальше. То, что, да, я знаю. В следующий пятницу он процитирует. Да, говорит, я знаю. Я понимаю, что эту тематику очень подробно прорабатывал Тасавов. Ну, так называемые суфи. Мы с вами за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, в том числе суфизм разобрали. И про суфизм в моей книге, как и у Витера, тоже там подробности. Современные все нюансы. Он говорит, да я знаю, но там очень много недостоверного и очень много выдуманного. Вот эта проблема есть. Я вам даже говорил, что есть книга, например, Ихьяу-Люмиддин, Имама-ль-Газали. Ну, Газали уже тот, который там 800 лет назад был. Это тоже Газали, но другой. Ихьяу-Люмиддин. Оживление наук о вере. По-моему, даже на русский что-то перевели. Но там очень много недостоверных. Он великий ученый. Но эту книгу без тахкик, без детальной научной проработки по степени достоверности хадисов, там очень много слабых хадисов или выдуманных. Она красиво читается, но она должна проходить только через научные фильтры дальше передаваться людям. Потому что, в итоге, за последние 30 лет, в том числе, например, в российской действительности, вышла, например, однажды одного крупнейшего шейха, там, на постсоветском пространстве, вышла книга. Ну, сказки, сказками вообще. Ну, безобразие. Ну, так нельзя. Реально просто сказки, но это крупный шейх, большое имя, достоверности практически вообще никакой. То есть это безобразие. Это ответственность местных муфтиев, местных имамов. Это их ответственность, это не мое дело. Но очень важно. Он здесь говорит, очень важно составляющие души, нравственности, именно достоверно, но детально. Это не проработано, говорят, и это очень важное упущение в современных реалиях современного просвещения религиозного.